Всем привет! Сегодня поговорим про слои. Это основа основ при работе в фотошопе и очень многих других редакторов фотографий. Так вот, чтобы понять весь принцип работы, я хочу объяснить это на очень привитивном, очень простом и ясном примере, чтобы было понятно абсолютно всем, потому что у меня встречались люди, которые вообще не понимали, что такое слои и как с ними можно работать. Так, сейчас давайте камень чуть пониже, чтобы было видно этот самый рабочее место. Вот это мое рабочее место. Вот это наш слой фон. Представим, что это слой фон. На нем мы можем порисовать. У меня есть такие фломастеры, которые можно стирать водой. Я буду рисовать теперь ногами, чтобы вам было более-менее понятно. Так, значит у нас есть слой, он зелененький, поэтому синеньким будем рисовать небо. Это у нас линия горизонта какая-то там и вот это все, вот это вот все будет небо. Ну, представьте, что я тут типа все закрасила, потому что рисовать полностью все это как бы все-таки довольно долго будет. Вот, теперь я на этом рисунке хочу, чтобы у меня были какие-то деревья. Рисуем одно деревце, второе деревце. Вот так вот, да? Тут еще будет какое-то третье вот такое большое деревце. И еще будет какой-то домик. Домик поставлю, ну скажем, допустим, вот сюда. Вот так поставили мы какой-то домик и вдруг я понимаю, что домик хочу, чтобы он был не тут, а я хочу, чтобы домик был, допустим, вот тут. Что мне нужно будет сделать? Мне нужно будет взять, ну, в данном случае, салфетку и это дело стереть. Сейчас будем стирать домик. Мы должны стереть с тебя. Стираем домик, перетаскиваем его на новое место, допустим, вот тут. Ой, секундочку, у меня домик должен быть не зеленый, он должен быть красненький. Вот это у нас дом. Побольше его сделаем. Вот, отлично. Все. Теперь я решила, что дом я все-таки сделаю не в этом месте, а допустим, за вот этим деревом. Опять-таки, я его должна стереть, вот этот дом, потому что тут я его не хочу. Стирать он аккуратно, чтобы не задеть дерево, которое рядом стоит. Да? Вот. И рисуем за этим деревом. То есть мне нужно называть уже не полностью весь дом, а только часть его, которая выглядывает за этим деревом. Вот этот вот так вот, крышу тут видно вот так, и вот этот кусочек вот таким вот образом. Многовато? Ну ладно, вот так примерно. Вот у меня получился дом за деревом. Если я захочу, допустим, нарисовать дом уже перед деревом, мне нужно, опять-таки, все это дело стереть, да? То есть я стираю дом. Хотя нет, я должна стереть все-таки дом будет на месте стоять, я просто затру кусочек дерева. Я стираю кусочек дерева вот так вот. И вот здесь мы рисуем вот так вот так, так, так. Это у нас кусок домика получается. Вот, вуаля. Здесь кусочек дерева лишняя стерла должна вот дорисовать обратно немножко. Вот. То есть, в принципе, можно так тоже работать все на одном слое, на одном слое фон. Но, как видите, с этим есть много заморочек. Если я снова, допустим, захочу этот домик передвинуть в другое место, то получается я затрую этот домик, и получается все это дерево у меня будет пустое. То есть, как бы, сейчас затрую этот домик, стирается домик, стирается домик, только домик, постараемся стереть только домик. И вот у меня от дерева осталась только вот какая-то там одна линия небольшая. И вот это. То есть, чтобы восстановить это дерево, нужно будет по новой полностью нарисовать. То есть, рисуем ствол, рисуем вот это вот, вот это дерево. Пусть по слою по новому нарисовать все это дерево. Когда мы работаем со слоями, то здесь у нас получается гораздо проще. Давайте деревья мы сейчас здесь сотрем полностью. Здесь нам сейчас они не нужны. Слои, слои, желательно сразу продумать, как будете их группировать. То есть, как бы, что у вас будет на заднем плане, что у вас будет на преднем плане и так далее. Допустим, я хочу, чтобы на заднем плане у меня будет только вот земля и небо, это мой задний план. А на переднем плане будут какие-то объекты, которые я буду двигать в дальнейшем. Я, допустим, сделала вот деревце вот такое, да, я сделала фигуру, вырезала её из бумаги, я её раскрасила, получилось такое деревце. Оно составили пока что мы сюда. Дальше я сделала фигуру, секундочку, фигуру домика. То есть у меня фигура квадратик есть и фигура треугольничек. Вот так вот сделали, это у меня моя фигура домик. Теперь, если я захочу поменять композицию картинки, я просто-напросто беру и передвигаю их как хочу, да. Чтобы передвигать домик, у меня состоит из двух фигур, я должна их обоих схватить и перетаскивать, вот таким вот образом, да. Если я хочу, чтобы домик стоял перед деревом, я просто-напросто тащу домик и ставлю его перед деревом. При этом дерево у нас, если я захочу его, допустим, вытащить отсюда, оно остаётся неизменённым. Я ничего не вырезала, я ничего не удалила от него, всё остаётся, как и было до этого, первоначально. Вот, теперь я хочу, допустим, дерево перед домом поставить, вот так вот, наоборот. Всё тоже прекрасно, домик не пострадал, он сзади так и стоит целенький, невредимый. И можно, в принципе, как находится, так и двигать, вот так вот всё. А далее что? Далее, допустим, группировка объектов. Допустим, у нас тут два этих объекта, из них состоит домик, вот он, да. Чтобы его соединить, склеить, можно либо клеем воспользоваться, либо скотчем каким-нибудь, да, чтобы он у нас был фиксированный полностью. Но не всегда этот клей нам нужен, да. Допустим, бывает такое, что если мы, допустим, склеим бумагу и потом захотим это расклеить, то у нас бумага порвётся и будет неприятно. В компьютере это у нас материала, так сказать, нет никакого, то есть это не бумага, это не платье, это ничего, там просто-напросто цифровое всё, то есть всё это такое, как бы, что-то нечто неощущаемое. Там можно склеивать, расклеивать, сколько угодно, группировать, разгруппировать. Группировка, почему, допустим, можно будет захочется разгруппировать? Допустим, я сделала солнышко такое, да, поставила по центру и сделала лучики отдельными фигурами, то есть это вот отдельными линиями такими, я делала потолще, чтобы было вам всё-таки хоть как-то это видно. Так, вот у меня куча-куча лучиков, секундочку, ещё парочку лучиков у меня есть. Эти фигуры могут спокойненько заходить за рамку нашей картинки, это тоже не страшно, оно там не потеряется, фигура там остаётся, не изменённая никак. Вот, сначала поставила таким вот способом солнышко, но потом я решила, что всё-таки как-то не так, да, я хочу это дело немножко перегруппировать, я хочу, чтобы солнышко стояло у меня в углу, вот так вот, да, и чтобы это солнышко светило только вот эти вот три лучика, допустим, тут было, вот так вот. Эти три лучика мне не нужны, я их убираю, я их не удаляю, я просто-напросто убираю их на рабочий стол, то есть они находятся как бы на рабочем столе, но не на картинке, вот они рядышком лежат. Вот, я только посмотрела и решила, что у меня здесь вместо есть ещё одного лучика. Не нужно создавать новый луч, я просто-напросто беру с рабочего стола свой другой лучик и перетаскиваю его вот сюда, вот, вот, отлично. Теперь у них четыре лучика так, как, расположено так, как мне хочется. Чтобы это дело как-то зафиксировать, я просто-напросто должна будут либо какие-то скотчи тоже зафиксировать, но в фотошопе это просто обычная команда, Ctrl-G называется. Нажимаем Ctrl-G и у вас это дело группируется. Когда вы это дело сгруппируете, вы сможете уже все эти объекты перетаскивать все вместе, вот так вот, видите, вот так вот легко будет всё это дело передвигаться. Вот, далее что? Это у нас когда у нас с объекта есть какие-то фигуры. Есть ещё вариант в фотошопе сделать новый слой. Как это сфункционирует? То есть, это давайте всё уберём и сделаем новый слой. Когда мы создаём новый слой в фотошопе, мы делаем, как сказать, такую прозрачную плёночку создаём. Вот так вот. И она накладывается на наш слой фон, вот так вот сверху. Вот. То есть, задний слой фон у нас до сих пор видно полностью, а на этом слое мы можем рисовать, допустим, ну, допустим, те же самые деревья нарисуем, да? Деревья нарисовали вот так вот, раз дерево, тут вот второе дерево, тут ещё одно дерево, вот так вот. И, допустим, ещё поставим наш, ну, на этом слое нарисуем, ну, птичек, да? На заднем фоне у нас это самое, так, на облаках будут птички какие-нибудь. Птичка вот одна, птичка вот вторая, вот так вот третья. Ой, что-то много у неё крылышек получилось, да? Ну, представьте, что это красивые птички. Вот. Теперь что? Теперь я хочу, допустим, наши деревья поставить в другое место. То есть, получается, я хватаю наш слой, вот эту вот не всю картинку полностью, а хватает только наши слои с этими, с того, что я сейчас нарисовала, и перетаскиваю его, допустим, ниже, 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 и опа-на, у меня получается, что птички уже летают не в облаках, а птички летают уже внизу, на земле. Я такого не хочу. То есть, я хотела только деревья переместить, я хотела, чтобы птички остались на месте. Это получается, что мне сейчас нужно либо этих птичек вырезать ножницами какими-то, вот так вот, вырезаем такую фигуру этих птичек, и они будут у нас отдельно такая полоска прозрачная, и мы её ставим обратно. Либо же, либо же, мы первоначально всё это делаем на разных слоях. То есть, сейчас нужно птичек сначала стереть, стираем птиц наших, вот так вот. На этом слое, получается, у нас только деревья остались. Создаём новый слой, новая плёночка наша, такая прозрачная. Она у нас, кстати, чуть побольше по размеру, но, в принципе, это тоже не особо важно. И мы, допустим, делаем птичек вот таким образом. Одна птичка вот такая большая будет, огромит наша, жирная птичка летает у нас в облаках, да. Вторая чуть поменьше здесь, ещё одна вот тут, третья вот тут, и так далее. Вообще, куча-куча птичек получается. Вот, и я этих птичек теперь тоже могу отдельно вот так вот передвигать. Сюда, туда, вот так вот, как не хочется, так и передвигаю. Чтобы мне передвигалось только деревья, я должна схватить слой, где у нас есть деревья. Я хватаю наш слой с деревьями и перетаскиваю, куда мне нужно. Вот. Беру, перетаскиваю. Птички при этом остаются на месте. Никуда они у нас не деваются. Всё прекрасно, всё как нам и нужно. Секундочку, этот лучик застрял. Надо убрать его отсюда. Лучик. То же самое и можно сделать с какими-то другими объектами, да. Допустим, тот же самый наш домик. Сейчас, секундочку, деревья ставим на место. И вот здесь сделаем уже домики нарисуем, да. Один домик нарисуем вместо птичек. Так, секундочку. Это всё можно стереть. Домик. Нарисуем домик. Домик у нас сейчас будет стоять перед деревом наше. Вот такой домик у нас стоит перед деревом. Вот. Закрашиваем домик, чтобы было понятно, что он у нас непрозрачный. Ну, хотя у нас всё равно тут материал такой, что он всё равно прозрачный получается. Ну, ладно. Представьте, что он непрозрачный, да. Домик перед деревом. Если я хочу домик поставить за деревом, мне не нужно поменять местами слои. То есть я вот этот верхний слой должна с нижним слоем поменять местами. Сначала идет вот этот слой с домиком. Сначала идет слой фон, потом слой с домиком. И сверху на него ложу слой с деревом. Давайте тоже его постараюсь закрасить, чтобы хоть как-то непрозрачность показать. Вот это у нас дерево тут стоит перед домом. Вот. То есть здесь, в принципе, тоже ничего стирать не надо. Мы просто-напросто меняем местами слои. Вот. Теперь давайте перейдем к фотошопе. Покажу тебе, как это делается то же самое, но уже в фотошопе, в программке компьютерной. Ну и таки может быть не только в фотошопе, там еще куча других программ, где у нас есть работа со слоями. Просто фотошоп довольно-таки такая, так сказать, универсальная программка, поэтому на ней все будем делать. Вот. Вот наш слой фон. Да? Наш зеленый слой фон. Вообще, как бы, у меня просто синее подкладки никакой не было, я только зеленую нашла. А вообще, как бы, считается, что самое заднее желает сделать небо. Если мы рисуем поводу пиццов, то лучше делать небо. То есть этот слой фон мы давайте закрасим полностью в этот цвет неба. Закрасить можно разными способами. Допустим, если хотим закрасить полностью весь слой, можем зажать клавишу shift и backspace. И тут выбираем цвет. Кликаем цвет, и он выбирает нам то, что мы хотим. Допустим, хочу какой-нибудь такой, вот такой голубенький цвет неба у меня будет. Окей. И еще раз окей. Вот, отлично, у меня залился все, это самое слой полностью залился небом. Это у меня слой фон. На нем я могу нарисовать землю, да, вот так вот. Но, если я знаю, что я не уверена с линией горизонта с землей, то тут лучше все-таки не на слой фон рисовать, а уже на новом слое, на нашей новой прозрачной пленочке. То есть я собираю новый слой, и уже на нем буду рисовать землю. Земля будет у меня зелененькая какая-нибудь, вот такая темненькая-зелененькая, да. Кликаем окей. Кисточку чуть побольше. И вот так вот, это моя земля получается. Вот она, моя земля. Вот таким вот образом земля на землю. И эту землю теперь я тоже могу передвигать. Я могу ее сделать повыше немножко, тут, конечно, нужно будет нарисовать этот самый край. Либо сделать пониже, вот так вот. То есть горизонт я тоже могу двигать теперь. При этом как бы зарисовать небо мне уже не нужно. Если бы я все делала на одном и том же слое, вот так вот. Секундочку. Вот так вот. Да? То мне нужно было все это тоже перерисовывать. Чтобы все это тоже какого-то там дорисовывать надо было. Слой фон у нас не двигается. Чтобы его расфиксировать, ну, нужно нажать на этот самый, убрать вот этот замочек. Нажимаем его просто клик, замочек убрался. Слой фон превратился в слой ноль. Теперь он тоже вот так вот двигается. Вот эти квадратики, да, белые с серингами, это означает, что там прозрачно. Что это там ничего нету. Об этом позже поговорим, когда уже, ну, как-то мы попозже поговорим про прозрачности. Вот. Значит, я такого не хочу. Я хочу, чтобы у меня земля и небо были на отдельных слоях. Секундочку. Вернемся немножко назад. Вот. Вуаля. Вот. Вернемся назад. И давайте все-таки землю чуть повыше поставим, чтобы у нас какое-то место было, чтобы деревья наши ставить. Далее. Деревья. Берем кисточку. Делаем деревья на новом слое. На новой пленочке нашей прозрачной. Создаем новый слой. Сюда вот нажимаем кнопочку клик. Создается новый слой. Теперь наше дерево будет цвет потемнее зеленый. Размер кисточки давайте поменьше сделаем. Ну, не такой, конечно, маленький. Вот такой примерно, да. Рисуем ствол. Рисуем наше деревце. Вот такое. Вот оно, деревце. Это деревце первое наше. Рисуем второе деревце. Оно будет немножко потолще И крона у него будет тоже потолще Вот такого, допустим, такой формы Чтобы быстрее закрасить, берем кисточку побольше И вот так вот ее закрашиваем Это деревце наше Вот оно Вуаля, идеальное деревце Теперь я хочу это деревце сделать несколько раз Если я в реальности буду вот эту фигуру дерева Рисовать несколько раз То оно все равно будет не идеально точно такое же То есть каждый раз я буду вырезать И там хотя бы парочку миллиметров У меня там разницы да и будет Когда я буду нарисовывать тоже получается Ну, одинаково нарисовать два раза все-таки сложновато А здесь вот это самое На компьютере, конечно же, это делается гораздо проще Хотя говоря, я сделала ошибку Я сделала оба дерева на одном слое Я хочу потом эти деревья двигать вместе Не вместе, а отдельно получается Сейчас если я буду их передвигать То они мне вместе хватаются и передвигаются Чтобы их разделить Как я вспомнил, с птичками говорю Деревья и птички хотели хотелось разделить Мне нужно вырезать это дело Вырезать у нас есть инструмент выделения Кликаем на него Выбираем, допустим, это вот дерево у нас Вот это вот, как называется Толстое какое-то дерево Его Ctrl-X вырезали Ctrl-V вставили И вуаля, у нас теперь два слоя Это у нас слой тоненькое дерево отдельное И это слой у нас толстое дерево отдельно Вот у нас получилось Теперь давайте сделаем несколько этих деревьев Толстых Тоже копировать слой Очень много этих вариантов есть Можно просто Ctrl-C, Ctrl-V Вот второе дерево Можно сделать, кликать на этот слой Нужный нам Здесь есть надпись Создай дубликат слоя Создай, создаем И когда мы так делаем То можно дополнительно еще и назвать этот слой Даже называем его как-нибудь вот так Где он у нас Вот он, второе у нас Третье дерево у нас уже Толстое дерево, третье Далее что можно сделать? Можно откликнуть Редактирование копировать Редактирование вставить Можно таким образом сделать Можно еще зажать клавишу Alt И выбрать объект, который мы хотим копировать Вот это, допустим Вот это я хочу дерево скопировать Кликаем Видите, у нас курсор поменялся Из такой, из стандартной стрелочки Вот в такую как бы двойную стрелочку Вот это у нас получается Что будет копировать со слой Хватая наше дерево Перетаскиваем новое место И вот у нас уже пять деревьев получилось Вот раз, два, три, четыре, пять Вот они все Вот Какой-то беспорядочный получается Такой лесок получился Даем схватить вот это Вот, отлично Вот так Вот так А Скомпозировали небольшой такой лес Теперь я понимаю, что мой этот лес Он слишком большой Я хочу, чтобы все эти деревья Были поменьше размера Все-все-все вместе взятые Кроме тоника ла дерева Если, допустим, тоника дерева У меня стоит где-то внутри То мы, значит, нажимаем клавишу Ctrl И выбираем все толстые деревья Раз, два, три, четыре Если я, допустим, назвала все слои Не называла никак свои слои То я не пойму, что вот эта тоненькая штучка Вот эта вот Что вот эта штучка Это тоненькое дерево мое Поэтому, поэтому Чтобы у вас не было билиберды Там, миллион этих слоев Чтобы не было такого Что слой есть один Слой два Слой три Слой сто Слой пятьдесят Слой сто пятьдесят Мы эти слои должны будем называть Вот этот, допустим, слой фон Понятно Вот это слово у меня земля была Земля То есть прежде чем вы запутаете В этих слоях Непонятно с цифрами Лучше их сразу называть Это будет дерево толстое один Сначала скопируем сразу это дело Это у нас дерево толстое два Это будет у нас дерево толстое три Дерево толстое четыре И дерево толстое пять А это у нас дерево тоненькое Пока что я еще не запуталась Пока что я знаю, что из них кто Дерево тонкое Вот так вот Теперь, значит, выделяем все только наши деревья толстое С помощью клавиши control Если нажать в клавишу shift, то выделится все Вот так вот, да И дерево тоненько тоже Если нажать в клавишу control, то можно дерево тоненько Допустим, убрать из этого выделения нашего Вот, теперь мы взяли как бы все вот эти вот деревья толстые только То есть вот они все взяли вместе И теперь мы их будем группировать Помните, как вот эти лучики солнышка мы хотели сгруппировать? Также здесь control G мы сгруппировали И вуаля, у нас получился какой-то порядок в наших слоях То есть это группа номер один Назовем ее группа лес Это наш лес Вот, чтобы ее, этот самый, как-то поменьше делаем Control T и меняем размер И сменять размер это просто-напросто Потаем за край этого рамки и дальше как она хочется Чтобы пропорции сохранились, чтобы они узкие такими не были Нажимаем клавишу shift и у нас пропорционально все будет увеличиваться, уменьшаться Я хочу сделать поменьше и поставить вот сюда Вот таким вот образом вот сюда поставить Вот, дальше что Если я хочу их передвинуть в другое какое-то место То смотрите, в новых версиях фотошопа Если я кликну на этот самый На слой группы лес То я все равно, когда буду нажимать Это самое, хватать что-то То у меня отдельный слой хватает Чтобы схватить все вместе Мне нужно выделить все нужные мне слои То есть я выделяю либо вот здесь Все выделяю и перетаскиваю Либо же я выделяю вот таким способом Вот это, shift, вот это, shift, вот это Shift, вот это и вот это Вот это все я выбрала И теперь могу перетаскивать Я, честно говоря, не очень люблю это самое Вот это изменение в новой версии фотошопа Потому что в старой версии фотошопа Было достаточно просто нажать на эту самую группу И уже, если будете перетаскивать То перетаскивается будет вся группа Которая там у нас внутри сделанная Возможно, вот как-то можно в настройках поменять Но я пока что этого дела не нашла Если найду, то опять я расскажу об этом Далее что? Далее что у нас с домиком? Давайте домик делаем Сейчас мы, допустим, слои создавали новенькие вот эти пленочки Можно также сделать фигуры новые, как слой будет Сделаем домик У нас домик у нас состоит из прямоугольника Какого-нибудь вот такого Давайте заливку сделаем ему какую-нибудь коричневую Секундочку, вот такую вот коричневую Окей И нам нужно еще треугольник Треугольник создаем по помощи инструмента многоугольник Вот Чтобы он конкретно нам в три стороны сделать Треугольник, да? Треугольник То мы должны сделать следующее Мы зажимаем либо клавишу Alt, либо клавишу Shift В данном случае нужно назвать клавишу Shift Потому что мы хотим добавить фигуру И делаем новый Ну просто, например, кликаем куда-нибудь Сюда вот клик И здесь можно поставить параметры Которые у нас будут, ну, размер нашего треугольника То есть ширину, высоту и сколько у нас число будет количества сторон Можно сделать хоть 50 этих сторон Хоть 20, хоть и так далее Нам сейчас нужен просто обычный треугольник Кликаем ОК И происходит следующее, что У нас сейчас это самое Я сделала так, что у меня прямоугольник и треугольник Они на одном и том же слое появились То есть они оба на слое фигуры вот такой Я их, по идее, могу отдельно передвигать Но это немножко посложнее Об этом я побольше расскажу Чтобы у нас треугольник все-таки был отдельно Чтобы я могу его сейчас перевернуть Как крышу нормально поставить Я должна его поставить немножко по-другому То есть вернемся на шаг назад Вот так вот Если у меня сейчас активирован слой с фигурой Вот это, допустим, обычный слой А вот эта вот штучка Это слой с фигурой Чтобы, если я сейчас новую фигуру сделаю То он добавит эту фигуру на этот же самый слой Чтобы сделать на новом слое фигуру Мы просто на постаклик какой-нибудь другой обычный слой Не фигурный И теперь добавляем фигуру Теперь с шифтом, чтобы у нас параметры вышли Если мы просто без шифта что-то будем делать То он просто будет называть нам треугольник Если, допустим, я хочу сделать не треугольник, а какую-то другую фигуру То это самое Нужно обязательно нажать shift И выбрать, сколько мне нужно сторон Теперь, если я буду называть какой-то многоугольник То он автоматически будет мне делать двадцатисторонний фигуру Ну почти что он как круг Вот так вот, да Чтобы снова сделать треугольник Мне нужно нажать shift Выбрать мне снова количество сторон три штуки И будет мне треугольничек Вот Ну один треугольник, я думаю, мне это самое достаточно будет Так, это всё удалим, удалим Вот это треугольничек наш Его окрасим вот таким же цветом Секундочку Это окрашивается не так Это окрашивается Включаем сюда Фигура выделена на этот треугольник Сюда И вот это вот Вот так Нет, не так Ой, постоянно эти путаюсь В одном фабрике по одному закрашиваются Другой боками по другому закрашиваются Постоянно путаюсь Итак, треугольничек Давайте видоизмениваем его Чтобы он как на крышу был похож Да И перевернём Вот таким вот образом Вот так вот Немножко кривая крыша получилась Но сейчас, в принципе Не на аккуратность мы работаем В конце концов Вот так вот Крыша Отличная крыша И вот давайте тоже это самое Сгруппируем с нашим прямоугольником Ctrl-G И назовём его дом D-O-M Отлично У нас есть слой Точнее, группа дом Теперь это самое Перетаскиваем дом Вот, допустим Хочу, чтобы дом стоял Давайте поменьше сделаем немножко Во-первых И хочу, чтобы дом стоял За вот этим деревом Вот таким вот образом Это то же самое Что мы вот эти вот Меняли местами То есть здесь тоже У нас слой Группа дом Он находится высоко А наше дерево Тоник, оно низкое Его нужно выше дома поставить Вот так вот И получилось Вот такое вот Что нужно Если я его поставил случайно Вот так вот Видите, как у меня происходит Вот это вот Это значит, я в эту папку В эту группу его впихну Вот так вот То есть он мне теперь Вместе с домом находится В группе Мне такого делать не нужно Я хочу, чтобы он просто Выше этого дома стоял То есть мне нужно Не вот так А вот так поставить Вот так вот Отлично Всё получилось Теперь у меня дом За деревом При этом я домик могу тоже Свой передвигать Как мне захочется Сейчас секундочку Могу передвинуть его И при этом как бы Пиксели там не теряются Всё у нас прекрасно Дорисовывать по новому Ничего не нужно Ну и в таком темпе Как бы работаем с остальными Нашими элементами На всей нашей картинке Сколько вам нужно Подобиться слоёв Это тоже зависит от того Что вы делаете конкретно Какие у вас цели Далейшие с этой картинкой Что-то делать Если вы смотрите Обычную какую-то картинку То там в принципе Ну если вы знаете Что вы точно не будете Двигать никакие элементы То можете просто На одном слое фон Всё рисовать И как бы будет Это достаточно Если вы допустим Делаете какую-то Сначала дорисовку Допустим эскиз Сначала куда-то рисуете А потом будете рисовать Уже как-то Ну как сказать Чистовой вариант То желательно Эскиз сделать Отдельным слоем А поверх него Уже рисовать Свой чистый вариант Потом эскиз Просто-напросто Выключаете Ставите в инвиз Вот так вот Лес ушел Ставите эскиз в инвиз И эскиз Вам больше не видно Какие там еще могут быть Могу сказать Советов Могу сказать По строению слоев Допустим смотрите У нас допустим Домик и тоненькое дерево Сейчас секундочку Вот так вот Они у нас стоят На переднем плане А небо Давайте на небе Сделаем еще парочку слоев С облаками Слой 1 Это облако допустим 1 будет Облако 1 Здесь мы нарисуем Белым цветом Облако вот такое Это облако 1 Еще одно облако будет Облако 2 И маленькое Вот такое облако Вот Я теперь могу Сгруппировать это дело Как это самое Чтобы была структура Какая-то у нас В нашем фотошопе То есть я объединяю Облака и слой фон Слой фон Хоть я говорю Чтобы объединить с чем-то Его нужно сначала разблокировать Его нужно не фон сделать А именно разблокировать Какой-то слой обычный Разблокируем его Слой 0 назовем его Здесь будет небо Он будет называться И вот это дело Мы группируем Ctrl-G Это у нас получается Задний план Задний план Отлично На среднем плане У нас Это получается В принципе можно и землю Это даже записать Это задний план Это сумма Давайте задний план Тоже землю засунем Вот так вот А деревья Вот эти вот у нас Лес Он у нас На среднем плане находится Тоже Если у нас есть Какие-то дополистые Там эти леса Да Или еще какие-то фигуры Там на среднем плане То их можно все вместе Сгруппировать будет То есть просто тоже Соединяем Давайте еще нарисуем Для наглядности Новый слой Там я не знаю Что может там Ну кору допустим Какую давайте нарисуем Гора у нас Цвета серого Размер поменьше Нарисуем И вот так вот Гора Это у нас гора Я рисую за вот этими То есть я вот так вот рисую И там все-таки Тоже что-то происходит Сейчас я выключу этот Вот И видите Гора полностью прорисовывается Вот отлично Это гора у нас Называем ее гора Чтобы у нас не было Кучи слоев С номерами непонятными И гору с лесом Мы их объединяем Ctrl-G Это у нас средний план Средний план А домик и дерево тоненькое У нас должны быть На переднем плане Секунду Сейчас я их немножко Передвину От другого места Вот так вот И сделаю побольше Ах Домик побольше И дерево Хочу побольше сделать Вот так вот Все отлично Это у нас передний план будет То есть дом Это Ctrl-G Передний план Передний план Вот И вот таким образом Вы делаете все Все элементы На своей картинке Как конкретно будете Это делать Это зависит от того Что конкретно вы рисуете Ух На этом пожалуй все Дальнейшем буду рассказывать Что можно еще сделать С этими нашими слоями На самом деле Там можно много С этими слоями сделать Это не то что у нас Вот это вот Вот здесь нам просто Можно нарисовать Стереть Все там вырезать Еще сможем А на фотошопе Тут есть еще куча всего Но это уже расскажу В следующий раз На этом пока все Всем спасибо за внимание И до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok